Приветствую вас. Если говорить просто, простым языком, если отвечать, то, значит, нужно, чтобы ребёнку, да, вот именно ребёнку, было для чего-то, зачем-то нужно говорить правду, и зачем-то для чего-то нужно было бы ему контролировать. Свои эмоции, и зачем-то для чего-то, чтобы ему было нужно говорить правду, вот, для него должна быть выгода от этого, а пока выгоды от этого у него нет, никакой. Потому что ему выгоднее говорить вам неправду, ему выгоднее эмоции свои не контролировать. Понимаете, у ребёнка всё просто. Очень просто. Если есть результат, если есть, допустим, плюс от того, что он делает, он это делает. Если у него нет результата, он этого не делает. И всё. И, как бы, тут не нужно, не нужно, не нужно, а тут ничего делать. Тут нужно именно о выгоде говорить мальчикам. Вот. Вот и всё. Поэтому вы подумайте, для чего он врёт, и почему он врёт, что ему даёт это, что он получает через враньё для себя такого, да? Что, не может, не может получить, например, ну, говоря правду. Вот. Подумайте. Соответственно. Соответственно. И если вы сможете этот момент для себя увидеть и определить, если вы сможете это сделать, то вот, в принципе, он перестанет врать и перестанет контролировать свои, и начнёт контролировать свои эмоции. По сути дела. Вот. Значит. Теперь давайте в частности, да, то есть вот, в частный момент, да, смотри. Человек врёт тогда и только тогда, ну, в тех случаях, когда он не принимает себя. То есть когда что-то в себе человек, ну, отвергает. Чего-то стыдится, не может, допустим, что-то попросить для себя. Вот. И так да. То есть врёт человек, как правило, именно по этой причине, с чего-то ребёнок в себе не принимает. Чего конкретно, то есть вот что конкретно он в себе не принимает. Да? Ну, это нужно выяснять. Я думаю, это можно выяснить при детальном анализе. Но, пока что, пока что, вот то, что я могу порекомендовать вам, это поиграть в такую игру. Вот. Чувства. Что это за игра? Вы просите своего ребёнка, да, записывать те чувства, которые у него возникают, ну, в тех или иных ситуациях. В тех или иных, значит, ну, в событиях, историях и так далее. Вот. Вы просите у ребёнка это записывать на листочке и после этого просто показать вам. Сами же вы также пишите эмоции своего ребёнка, что вы думаете, как он чувствует. И после нужно будет сравнить. То есть, самое касается и вас. Значит, попросите ребёнка записывать ваши чувства, значит, которые, вот, по его мнению вы испытываете и напишите свои. И сравните. Эти вещи, эти положения. Следующая рекомендация, это определить для себя, вот именно вам, именно вам нужно определить для себя, что вы, именно вы конкретно, себе зажимаете, что вы себе запрещаете, что вы себе не позволяете. Потому что враньё ребёнка это ваше отражение. Вы себе что-то подавили, ребёнок, соответственно, находит в этом, ну, какой-то выход, условно говоря. Так что он пытается, он отражает желание своих родителей. То есть, если вы подавляете что-то, то есть, грубо говоря, делаете нехотя то или иное, то ребёнок, зная и чувствуя это, будет вред. Потому что вы это делаете не искренне. Вот. Сорветная лампность добавит в отношение больше искренности. Это такой момент. Дальше. Следующее. Отец. Я не знаю, конечно, кто вы, да, ну, опять же, может быть вы и есть отец, но практика моя, она свидетельствует о том, что мужчины редко, реже гораздо обращаются за помощью к психологу и уж совсем резко они обсуждают проблемы детей. Ну, то есть, своих детей. Поэтому, в любом случае, проблема отца, как таковая, но стоит проблема отца. Что это за проблема отца? Пока. От того, насколько близок ребёнок с отцом и от того, насколько у него хорошие отношения с отцом, зависит его становление как мужчина. не много, не мало. Если такого становления нет, то есть, вот, к примеру, если ребёнок не чувствует, не чувствует связи с папой, то возникает расшипление, как бы, то есть, отец не может с ребёнком найти общий язык, как мужчина, мальчик, как мужчина, мальчик не развивается, как мужчина, мальчик не эволюционирует и, соответственно, он себя теряет. Что, безусловно, очень негативно сказывается на нём, по-моему. Вот. Поэтому, если вы являетесь мамой, если вы являетесь новую матерью для этого, для ребёнка, то нужно именно привлекать отца. И чем вот чем больше, чем больше будет отец в отношениях, да, чем больше отец будет, ну, как-то, влиять на отношения. Вот. Ну, тем, соответственно, лучше будет чувствовать себя ребёнок. Вот. не знаю, к счастью или нет, но вот примерно так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. больше, 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 вот именно больше ответить, ну, наверное, сейчас, в данный момент, ну, наверное, наверное, нельзя. Наверное, нельзя, потому что, ну, вот, нет информации больше именно вот о том, какая ситуация с ребёнком и что конкретно происходит. Непонятно. Как непонятно, если честно, и то, а почему вы считаете, почему вы считаете, что ваш ребёнок, ну, условно говоря, достоин такой вот небольшой ну, немного такого небольшого описания, может быть, может быть, так сказать, то есть, вот, такого небольшого, а, такого небольшого освещения, если угодно. Вот. То есть, мне кажется, что необходимо, чтобы вы все-таки более ответственно, может быть, подошли к вопросу этому, к вопросу своего ребёнка, да, и более пристально этим, ну, более пристально на это обратили своё внимание. Вот. Мне кажется, так. Мне кажется, так. на этом, в принципе, всё. На этом, вот, завершить мой ответ. Я надеюсь, что для вас это было полезно, я надеюсь, что для вас это для себя извлекли что-то новое из моего ответа, получили, по крайней мере, какую-то инструкцию дальнейшую к действию, вот, и будете в этом направлении двигаться, в этом направлении работать. вот, потому что очень скоро, очень скоро у ребёнка начнётся подростковый возраст, и значит тогда будет вам гораздо тяжелее. враньё будет, вранья будет больше, чем сейчас, вот, к сожалению. Так что смотрите, ну, сами смотрите, вот, исключительно на вашу ответственность сейчас. Вся ситуация это кладёт на ваши плечи. Вот, и я отдаю себе отсчёт в том, что возможно вы к этому не готовы, вот, но тем не менее. ответственно за это счёт его. Вот так я могу ответить вам на ваши вопросы. Если у вас остались дополнительные вопросы ко мне, допустим, вы можете задать мне их свои вопросы в личку, я буду рад вам помочь и ответить. Я буду рад проконсультировать например вас и вашего ребёнка, ну, не ребёнка может быть, а ребёнку будет тяжело, вас и и вашего супруга. Вот. Ну, потому что проблема общая, я полагаю, общая смена это проблема. Вот, и возможно на консультации ну, на консультации с вами забоями мы возможно и найдём выход из вот этой вот безусловно такой неприятной и опасной для ребёнка вашего ситуации. Вот. Если вам понравился мой ответ буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я хотел максимально раскрыть тему тему, ну, тему, которую вы подняли. Вот. Поэтому буду благодарен, если вы оцените мой ответ, если сделаете его лучшим. вот. Значит, я вам желаю, я желаю вам всего самого доброго, я желаю вам удачи в налаживании взаимоотношений с ребёнком. Вот. Я желаю вам терпения, терпение вам пригодится. вот. Потому что без терпения никуда. С ребёнком, тем более с ребёнком, да, без терпения не получится. Вот. И я желаю вам удачи, вот, чтобы вы сконцентрировались, возможно, не только на не только на ребёнке, чтобы вы сконцентрировались, да, но и чтобы вы концентрировались, чтобы вы обратили внимание может быть и на себя в том числе, потому что ваши проблемы, да, вот, ну, ваши проблемы, которые есть у вас, они тоже влияют, они тоже влияют на ребёнка, и, соответственно, нельзя требовать от него, чтобы он делал то, допустим, что хочется вам, ну, то, что не хочется даже, наверное, либрально сказать хочется, то, что вы, допустим, считаете, значит, правильным, да, нельзя требовать от ребёнка этого, не делая, а, не делая, при этом, а, значит, ну, самос, не делая это самостоятельно, вот, а, мне, мне думается, что вот так вот, обязательно привлеките мужа, и обязательно выполните те задания, которые я вам давал, потому что это важно, очень очень важно, вот, ага, для вас это важно, для ребёнка это очень важно. Ну, вот, выполнивесь обязательно это задание, вот, Вот, я полагаю, что вы получите, ну, необходимый результат, который и можете использовать уже в своих целях. Вот. А вы знаете, я об этом не сказал, да, такой небольшой по скриптам, но я об этом не сказал. Интересно ребенка, посмотрите еще, что ему интересно, что ему нравится, чем он увлекается, попробуйте разделить с ним его интересы. Вот. Это очень важно, потому что, ну, нужно доверие. Ну, в любом случае, нужно доверие. Вот. Ну, то есть, без доверия не получится, да, вот, выстроить отношения. А вот, соответственно, с ребенком доверие, ну, будет тяжело выстроить, да, если вы, значит, не будете интересоваться тем, что, ну, тем, что нравится, тем, что его интересуют. Вот. Вот. Очень тяжело это будет сделать. Вот. Поэтому, обязательно обратите внимание на интересы ребенка. Если вы хотите, там, ну, действительно наладить отношения. Вот. Вот. А, пожалуй, наверное, все на этом. Не буду, не буду больше ничего добавлять. Так, в принципе, получилось много. Вот. Я вам желаю всего самого доброго еще раз. unfolding. Я вам даже задания, а сейчас к тебе это пускает. Я туда встречусь. К holds. Окей, вот и вас.